Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию в Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, всем остальным приятного продолжения просмотра. Знаете, я бы, наверное, вот сюда бы ставил священное место. Ой, тут я прачником не очень удачно влез. Так, ну что, тут все исследовано, да? Поехали этим скаутом сюда возвращаться. Тут тоже все исследовано, в общем, нашли все руинки. Магнус приехал. Так, пять ходов. Восемь ходов до конца эпохи. Новый континент нашли. Финики, я одолжу пару монет, и тебе следующим ходом отдам. Так, каменоломни я, по-моему, никак не сделаю. Давайте смотреть. А, ну, в общем, рамор. Так, что пока. А, хорошо, а рудник для добычи ресурса? Ртуть, может быть, но это только себя тут гору, я это поставлю. Не, наверное... Наверное, как раз рудник для добычи ресурсов я не смогу. Кстати, Каимбра... Я только сейчас обратил внимание, что еще и... Ну, вообще, Каимбра с четырьмя, даже с пятью... Ну, с четырьмя разными ресурсами. По-моему, кайф. Так, а куда я тут делся? Варвар убился. Об этого, что ли? Ну, дуболома. Ага, слушай, мы дать, может, тут стоять просто, чтобы... Варвар, если будут появляться, чтобы не перли ко мне, я тут мог город поставить потом. Блин, вообще не пройти нигде. Забирай, кинул приложение. Ага, уже принял. Слушайте, а у меня вообще-то ни один ресурс даже не обработан. Еще один визунчик. Может, мне ворошение все-таки сначала сходить? Ну, потому что... А, давайте письменность откроем в любом случае. Так он, наверное, далеко. Ну, американцы все контрятся, там, в родной континент сидел. Пока тут, наверное, постою, не буду с этим лагерем заниматься. Но выглядит так, что Артемиду все-таки я, скорее всего, первый построю. Раннюю империю скоро. Любой специализированный район. Это я не успею. Да, видите, вот мне нужно именно в международную торговлю и идти. Может, пойти лучше дальше там и исследовать. Может, у кого-то... Важнее другие цивилизации открыть, чем смотреть. Так, два хода. Если следующим ходом и через ход никто не построит, то Артемида моя. Сейчас вообще глянем. 2, 2, 2, 2 производства. Ну, тут рост и один. Может, купить все-таки клетку на 2 производства? Давайте подумаем эту... А, вон... Блин! Вон там на 3 была клетка. Так, а сколько мне не хватает вообще до... До завершения? У меня 14 вход, да? Да, блин. Тут 60 из 90. Чтобы за 2 хода, это не надо... Так-то оно 30, а так надо 15. Да, реально одного производства не хватает. Покупаем эту клетку. И переключаем. Блин. Блин, тупая игра! Не, 15 все равно есть. 2 хода будет. Он зачем-то этот кукурузу включил. 2 хода. Сейчас должен быть 1 остаться. И сейчас никто не построит куб... Да. Все, я строю Артемиду. Ну, потому что я хост. Так, проверим, чтобы оно тут все залучено было. Вот так еще сделаю, чтобы прям уже 100%. 16... Хотя, сколько тебе? 16. Давайте верну. Мне хватает все-таки. Мне хватает. Так. Прощник прокачался. Этот стоит. Вылечился. Ты выгнал меня. Извини, мне тут тоже она очень кстати. Между прочим. Ну, тут амбар мне не нужен. Приветствую инков. Приветствую. Строителя буду строить. Этот сам... Слушайте, давайте, наверное, вот эту клетку куплю. Город роз. Пока так. Ну что, колесо или каменная кладка? Ну и... Что то, что другое? Я никак не могу... Колесо могу, конечно, вот ртуть. Было бы каши, конечно, железо. Я не могу открыть железо без колеса. Ну, мне, мне кажется, в мореходство важнее. Поэтому я через каменную кладку пойду. И храм Артемиды мой. Не, я не отобрался. Отлично. Чилини, что-то там. Как раз... Я сижу чили тут, не знаю. Пытаюсь век выйти. Весь смысл игры выйти в век. Надеюсь, он не строил... Ну, как бы я точно первый с Артемидой буду. Аристократ, ты еще кого-то встретил там? Какие-то спрауды? Финикию сверху. Так, какой-то вулкан начинает действовать. Это плавно. Ах, не приходи ко мне. Я хочу... Ну, я бы против юнитов так бы и оставил пока. А вот тут можно, наверное, строителей поставить. Так, а почему тут разведчик начался строить? Так, давайте... Давайте, наверное, строителя. Хотя я уже прокачиваю Магнуса на то, чтобы... Не уменьшалось население. Ну, нам нужно строителя, чтобы вот эти две клетки обработать для Артемиды. Это мне Артемида пока мало дает. Счастье. А, нет, не дотягивает. В четвертом радиусе, что ли, хотел? Я не посчитал, ага. Так, там в международную торговлю иду. Народ уже должен, по идее, пингалу до второго уровня прокачивать. Если кто взял пингалу, мы увидим. Можно этот холмик себе куплю? О, плюс четыре. Ну, короче, я обработаю вот эти две клетки и иду строителям вырубать этот лес. Тут, наверное, после строителя я начну все-таки строить поселенца. Ну, потому что еще и покупать... Хотя, четыре хода до покупки, слушайте. Я точно, мне должно хватить даже этой веры уже для покупки. Наверное, отменю. Наверное, отменю. Ну, потому что у меня это капает от реликвии. Это тоже мне повезло с реликвией вначале. Так, хорошо. О, еще руинки есть. Кайф. Кайф. Ну, в принципе, старт неплохой получился. Хотя и не особо производственный, честно говоря. И вообще в дальнейшем я тут прям... Ну, мне удалось взять именно то, что нужно для моей цивилизации в этом развитии. И, в принципе, я в будущее смотрю с оптимизмом. А имбра растет медленно. Ресурсы роскоши у меня есть. Но я сначала буду здесь, как вы понятие, на... Тут удовольство в столице дать. Армия есть. Построена. Не знаю, такое ощущение, что все магнуса взяли. Ну, из тех, кого я встретил. Так, стоим. Ну, то есть, вот смотрите. Два довольства. Обрабатываем. Три довольства. Потому что каждый ресурс... Ну, каждая плантация, пастбище и лагерь дает плюс одно удовольство в четырех клетках от Артемиды. Ох, привет, Германия. Здорово. Так, Челиньо хотел меня исследовать, что рядом со своими городами руинки не собрал. Он говорит, что всего лишь первая руинка. Так, завершен строитель. Ну, это мы ждем тут вырубку. Хотя, что с кампусами, пока непонятно. Ну, давайте еще строителей, наверное, делать. Или монумент построить. Чтобы культурка еще шла. То есть, две культуры будет. Давайте монумент, ладно. Пока в два города играю, видите. Но я в золотом веке беру покупку за веру рабочих и поселенцев. Именно поселенцев. Магнус у меня прокачан. Я думаю, что Челиньо тоже стопудово взял Магнуса, потому что у него каменоломни. Давайте посмотрим, сколько у него капает религии. У него 10 религий в ход. Даже больше, чем у меня. То есть, он... Ну, на данный момент. Но он, скорее всего, священное место еще поставил, мне так кажется. А, нет. Слушайте, там уже двое на религию валят. И уже два пророка взят. А сколько у нас вообще религии? Мне бы... Пять. Ну, в принципе, на восьмерых пять. Нормально. Парта. А, вот он как расположен. Что далее? Ускорим теологию. Нафиг надо, потому что если я возьму религию, то я теологию сам ускорю. Ну, вообще, это хорошо, что... Вообще, нормально. Я ее увижу. Тут же соседство священного места. Можно будет выйти взять. Трудовую дисциплину уже кто-то взял, по-моему, в религии. Да. Так что... К ней можно не стремиться. Знаете, я так вот просто встану здесь прачниками, пока так постою. Ну, все не так уж плохо на сегодняшний день. Веры пока маловато для того, чтобы покупать на самом... Ну, то есть, одного я поселенца точно возьму, а вот дальше накапливаться мало будет. Поэтому мне нужно священное место в Лиссабоне в первую очередь ставить. Плюс за деньги я сейчас буду... А, есть, есть, кстати. ГГшки-то у меня на побережье есть. Блин, мне вот эту клетку надо было... А, нет, нету. Галин, Самарканд есть только. И мне, короче, вот эту... Вот эту клетку надо было открыть, я тупанул. Я пока не могу отправлять в Самарканд караваны. Камень, видишь, вот между Эфисом и летом там был. Надо было открыть ту клетку. Да, я бы его выкупил, потому что он не дает этот... Бонус. Окей. Я не против. Так, начну от 3 хода, да, у нас еще... Так, слушайте, 3 хода до... До рыбацкого судна. Ну, тут я пока не могу спускаться на воду. Ты чего, как места? Ставься на паузу. Там и таймер убрали. Это шикарный. Старт замечательный. Так, 4 удовольствия, видите, идет. А это классное место. Еще пусть поезды... Ну, сюда пойду. Сюда пойду. А тут, наверное, пойдем пока... Вот этот скот обрабатывать. Раз он обработается, я спущусь к янтарю. Мы, кажется, воевать будем, да, с Америкой. Там, вот, когда я не видел, пошел. Карфаген. Карфаген, да зачем ты мне нужен? У меня есть место для расселения. То есть, это река будет нашей границей. Да, да, мне... Ну, тут у меня есть... Скаут исследовать и левее. То все нормально будет. Ладно, давайте так посмотрим, потом сюда прыгаю, туда пойду. Левее и ниже за горами. А, хорошо, хорошо. Значит, поделим. Да, ну тут у Инка куча территории. Я тебе сейчас метку поставлю, где я там хочу было. Фига, там Инк уже сразу эти заповедники ставит, я смотрю. Не откладывая дело в долгий ящик. Ну, а что темноте? Так, стоит ли мне откладывать производство тут на что-нибудь или... Ну, кампус я пока точно не буду строить. Священное место, правительственная площадь, я пока не понимаю, где мне ставить. Тиминанки, ну, тут я все застрою. Давайте, наверное, это торговцы реально. Это от Канады, возможно. Кри и Канада как бы в одном месте, грубо говоря. Ну, это... Там Канады точно не было, туда точно не ходило. Так, ну я могу только между своими городами пока отправить. Ну, это, наверное, в Коимбрии. Купим караван. И я его отправлю пока в столицу. Вот тут, блин, так жалко. Это еще... Видишь, как долго мне надо идти, чтобы это... Ну, мне придется, скорее всего, в Лиссабоне просто... Эээ... Лодку делать. И идти там открывать. Ну, пожалуй, еще строители здесь. Так, международная торговля. Золото от всех торговых путей. Да, вот это надо поставить, я думаю. И через три хода мы в столице будем галеры строить. А я что-нибудь вообще за три хода еще открою? У меня мистицизм еще открывается. Так что, наверное, стоит... Наверное, раннюю империю давайте откроем. За три хода. И тогда переставим карточку. А тут пока оставим на... Хотя, с другой стороны, смотрите, я тут и варваров особо не вижу пока для себя. Может убрать. Плюс пять. Например, на содержание юнитов. Сейчас они зайдут и продолжим. Какая пауза? Ты уже, тебе уже надо пауза? Ждя, тут я, по-моему, нету. У меня нету расходов. Во время больнодумства у паузы тот не делал перерыв, который после 60-го хода сейчас бы сделаем. Ну, как хотят остальные игроки. В общем, пока там вылетали, заходили, я расставил приблизительно где города. Конечно, по побережью, в первую очередь, надо будет вставить. Вот этот я не уверен. Возможно, придется немножко ближе сюда ставить. Что я беру... Только грек вышел еще в золотой век. Беру монументальность. Начнем, как только грек. Я только грека инка вижу, в общем-то. Так. Значит, тут покупаем сразу поселенца. А вот для второго нам требуется вера. Тут исследуем. Значит, столица где-то тут вообще грека. Видимо. О, там ГГшка, причем религиозная. Арма, по-моему, там не особо интересно. Монастыри можно строить. Ну, тем не менее. Веру будет давать. Так. Тут давайте, наверное, я вот так поисследую. Стоим, лечимся. Скоимбры в Лиссабон. Я не знаю, я, наверное, даже этот караван не буду пока отправлять. Все здесь уже? Да. Да, только я ход не закончил. Ну, в общем-то, наверное, все. Да. Поехали. Следующее ставлю, значит, карточку на морские юниты. Надо галеры построить, чтобы приплыть. Все это будет быстрее, чем каким-либо... Даже если бы я этим шел. Хотя... С другой стороны, у меня же дальше осмотр. Сколько вот тут он пишет игра? Ну, это будет 7 ходов, как минимум. И на 8-й туда. 6 ходов. Сейчас я поставлю карточку, посмотрю, сколько строятся корабли. Ставить ли строителей? Стоимость... Давайте стоимость покупки клетки поставлю. Потому что мне вот эту надо будет выкупить. Прямо сейчас, наверное, кстати. Так, корабль. А, так по одному ходу. Нет, ну нет смысла идти. Я быстрее доплыву. О, как раз с ракет и хватило мне. Так, есть первая галера. Поплыли открывать. Тут сразу в очередь, в общем-то, священное место. После второй галеры поставим. И тут ждем... Мне кажется, должен до Самарканда доплывать. Там увеличенная дальность. Давайте тут глянем. Мы можем через города-государства проходить тоже способность Португалии. Так, ну теперь, наверное, пора уже Пингалу брать. Пока в... Блин, а может, надо было Лян брать, а не Пингалу. Наверное, надо было Лян брать. Я вот сейчас думаю... А кто-то, я думаю, горы будут. Я бы вот так пошел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поплыли открывать ту клетку. Сколько нам понадобится вообще? Я думаю, как раз... Да, 4 хода. Так, тут мы идем заселять. Ну, меня... Я думаю, что грек может вполне захотеть Самарканд когда-нибудь вынести. То есть, мне до этого момента надо либо какой-то другой город государства найти, либо что-то еще придумать. Так, тут я держу пока. Плаваем наверх. Финики, а этот варвар к тебе ушел? Так, ну, мне придется все-таки сначала янтаря, потому что я не могу эту клетку выкупить пока. Да, у меня. А, не помнишь? Скаут приходил. Рассказал им, что... Так, ну, это грек заберет. Ну, это его лагеря бы не претендовал особо. Давайте на холмы порасставляем. Судостроение ускорили. Так, священное место три хода. Возможно, я бы даже проект провел, чтобы религию получить. Мне тут пока кроме священных мест я даже и не знаю, видимо, мне ничего и не надо. А священные места... Ну, то есть, проект он и веру даст для того, чтобы купить посело. Так что, я думаю, вполне. Сколько вообще следующий посел у меня стоит? 95. То есть, они на 20 каждый раз увеличиваются, да? Слушайте, а Самарканд что дает? Может, она сама по себе гигаишка неплохая? Могут строить торговые купола плюс два золота и плюс золота за каждый соседний редкий ресурс. Исходящие торговые пути дают плюс одно золото за каждый торговый купол. Ну, немножко странное. Другой стороны. Так, какие у нас вообще задания? Кардив, ученый нет? Тяжелую колесницу. Вот, кстати, тяжелую колесницу можно и создать. Кстати, еще я политическую философию хочу открыть. О! Пошли. Еще что здесь? Инк уже вовсю строит заповедники. Так, тут американец пришел. Здорово, американский аристократ! Здравствуйте, Жуан. Бон аждиаш. И вам того же. Пошли, наверное, жемчуг обработаем. Испанец в клинике продолжения. Быстрее-быстрее, принимай. Надеюсь, меня не убьет там вулкан. О, Рейнир. Рейнир, а мне, а я не был, чай, ну, калыша, это гора около следования Рейнир называлась? Сейчас, это тот Рейнир или нет? Так, ну, отстаю ее по городам. Очевидно, там народ быстрее. Вот три города у Инка, три города у Вашингтона, три даже у Греции. но я вместо этого сделал хороший задел на будущее своей империи. Тут я даже, наверное, вот я подумаю, с монументами начинать или нет. Это не страшно, и тут этот город ничего не сделают ему. Даже не буду туда идти. так. Ну, еще вот так. Следующим ходом я уже открою проход. Ну, будем тут сейчас драться на корабликах. Я, наверное, тут буду стоять. пробегаем скаутом, пробегаем скаутом, пробегаем скаутом. Иерусалим. О, Иерусалим было бы неплохо союзить, потому что он действует как священное место. я тогда смогу ваши города со священными. А, да, наоборот, даже в два раза сильнее. Да, вот это было бы круто. У него задание. Тоже тяжело. Слушайте, давайте тяжелую колесницу где-нибудь создадим. Что насчет Каимбры? А, я ее не открыл. Так, добыча ресурса рудник. Ну, опять же, без шансов пока. Давайте я, наверное, ее открою, тяжелую колесницу, и пойду, собственно, в обработку бронзы. Потом в ворошение, потом уже в верховую езду и в деньги. Португалия. Как у вас с табаком и янтарем? У меня алмазы есть. Ну, пока... Пока не скоро будет, честно говоря. Ну, не скоро, я думаю, как бы в пределах десяти ходов. Но я буду иметь в виду твои алмазы. Ну, и сахар можешь еще иметь в виду. Будем посыпать... А у тебя есть благовония? Аристократ. У меня миллиард благовоний, поэтому мы можем поздороваться, пожалуйста. Хорошо. Будем посыпать алмазы сахарной пудрой. Так, вот это... Да, блин. Есть. Открывай... Открывай... О, слушай, там еще какие-то острова есть. Давайте смотреть, появились ли у меня пути. Да, только из Каимбры почему? Что из Каимбры? Так, и Самарканда тоже. Странная фигня какая-то. Ну, главное, что есть. Караваны. Так, я вот думаю... Галя, предложение. Начинать ли мне с монумента, или лучше сразу выкупите священное место? Ну, священное место 19 ходов строится, так что давайте с монумента такие. Дружба с сынком, естественно, я вообще не представляю, как нам с сынком воевать. Канада, привет. Ну, лично мне, я не представляю, как я буду воевать. Привет. Ты где-то справа от своего скаута? Как-то... Главное, что вот это моя метка, а это метка грека. Не перепутать бы. Так, я бы тут внизу посмотрел, что там. Так, а вот этого, наверное, можно уже и ввести к тому лагерю. Так. Вот этого, пожалуй, к табаку... А, что он четвертого ура, четвертого радиуса нет. Тогда давайте к рыбе просто. Вот этого... Ну, блин, мрамор хотелось бы, но я не хочу сейчас тратить деньги на выкуп клеток. Хочу тратить деньги на караваны. Пока никуда не отправлю. Ну, и тут священного места нормального нету. Сейчас плюс два. Тут. Давайте, может, кампус, кстати. Здесь на плюс два. Слушай, давайте я отложу, пока я подумаю. Ну, тут круче, я кампус не поставлю. Может, священное место сначала. Купить клетку или когда он там сам купит? Так, я первым нашел шенгетти. Тоже приятно. Ой. Я зря сюда зашел к варварам. Там лагерь варваров. Греция, продолжение. Ну, я должен, по идее, убивать. Привет, Америка. Привет. Да. И мне... У него даже если появится юнг, то у меня атаковать еще не будет. А где мы встретились? Коу, матье. Блин, все-таки давайте, пожалуй, священное место строить. А мы там город, как-то я пройти не мог. Так, тут, как я и говорил, проект на пророка. Он мне и веру тоже даст. О, все, тем более, один ход делается. Тут пока никуда. Грек, посмотри, предложение. Великий пророк. Тяжелая колесница. И то, и то я выполню, получается. Так? Не знаю. Ну, наверное, к мрамору пойдем потихоньку. Да, дружба с греком. Блин, прикол. Тут еще целый остров. И нам, очевидно, его надо будет заселять. Тут пингава. Я думаю, грек сейчас сюда поставит город. Ну, видите, мне не очень хочется, чтобы они тут города ставили, но я и сам там не буду пока ставить. О, блин, появился. Юнит. Ну, тут мне надо полечиться, прежде чем воевать. Так, два заряда. Давайте, наверное, тут шахту сделаем, а потом уже туда дойдем мрамор, когда у нас прачник придет. Мне кажется, тут какой-то отдельный контейнер. Вряд ли это уже берега той же пангей, только с другой стороны. О, тут... Слушай, не знаю, Чаления, ты так, видимо, хотел меня исследовать, я уже вот просто рядом с своими границами в трех клетках третью руинку нахожу. Так бежал меня исследовать, что все руинки оставил. Ну, туда как-то было. Ну, и просто я понимаю, что ты там находишься. Ну, вот зачем? Что зачем? Так ты ко мне и пошел, ты своими скаутами. Где вот, почему тут у тебя вот около Эфеса руинка не взята. Ниже Аргаса были... Нет, не ниже. Подожди. Справа, слева от Аргаса были руинки. Непонятно. Так, давайте еще один проект. Итак, мы уже точно берем религию. Я вот тоже думаешь, что задумал? Что-то нездорово. Ну, чтобы получается, четвертый раз играли. Ха-ха-ха. Не надо. Бесплатная теха. О, огрошение просто так открыл. Зашибись. Блин. Ну, это же не квадрилема. Нет, это квадрилема. Значит, надо тут прятаться. Не хочу, чтобы меня обстреливал. Так, пока сюда встану. Ну, варвары мне эти не нравятся. Не нравится, как они на меня посматривают. Блин, какие-то какой-то огромный остров. Или все-таки это другой конец Пангеи. Вроде не должны пока этого убить. Потому что слишком раненые варвары. Блин, нет бы судостроения. Так мне придется просто ножками бегать своими поселами. Так, ну давайте значит, здесь купим. А, блин, торговец 105 стоит. Ладно. Я так понимаю, до тех городов не добегают. Не, слушай, дармы добегают. Зашибись. Даже из браги. Так, ну в принципе тогда норм. Есть у меня кого-то я еще встретил первым. Женеву. Кайф. Ой, блин. Попал в эту в бурю. Так, вот тут отсюда можно поатаковать, кстати. Так, значит, теперь покупаем посело. покупаем торговца. Берем пророка. Основываем религию. В теологию. Надо соседство взять. О, где у меня железо. Слушайте. Ну что, придется... Ну то есть производственную площадь теперь сюда можно ставить на самом деле? А, нет. Нет. Блин, могут убить все равно скаута. Надо было прокачку брать. Тут скаут может умереть. Ой-ой-ой. Хулиганы зрения лишают. У меня скаут застрял. 10 веры приятно. О, у меня уже плюс 36. А, это плюс 36 чисто за завершение проекта. Это нереальная цифра вход на самом деле. Так. я бы святилище строил пока. Оракул, большой бассейн. Че, Алексей, как руинки, вкусно? Да, теха. Инк, это ты мне метку поставил? Да. Ну, мне надо было апнуться. Разведчикам убьют сейчас разведчика. На этом на этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.